Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире Сыны Западной Армении Эдгар Маркусян. Вопросы армян Западной Армении. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию обеспечения свободно-безопасного доступа через Бердзор и рекомендации. Открытие Хачкара. Хайдер Симплатформ. Мы будем защищать наше культурное наследие и природу. Баку превращает Церковь Святого Вознесения Бердзора в мечеть. Память о геноциде очень важна. Космонавт Арудзюн Кивирян. Эдгар Маркусян родился в 1997 году в городе Райсданку Тайской области. Мама-педагог Анаит Саребегян, отец-инженер Эдвард Маркусян. Сержант Эдвард Маркусян с первых минут войны был на передовой, сказав семье, что находится в бункере и в боях не участвует. Высокий, коренастый, широкоплечий – именно таким мы представляем героев. Однако храбрость, сила и героизм умещаются и в маленьком теле. Солдат-срочник, сержант Эдгар Маркусян за пять дней сбил 10 танков противника. 4 октября в дни ожесточенной войны 23-летнему артиллеристу Эдгару было присвоено высшее государственное звание Арцаха – Герой Арцаха. Будучи общительным и свойским, рассказывая о своем героизме, Эдгар немногословен. На передовой было много парней, совершивших исключительно героические поступки, но о них мало кому известно. После окончания факультета кибернетики Политехнического университета она отлично поступает в магистратуру на бесплатный факультет, приняв решение выполнить долг перед родиной, затем продолжить учебу. Долг каждого парня слушать в армии, оставаться в долгу я не люблю. Если я не мой друг, то кто будет защищать родину? В июле 2019 года Эдгара призывают в армию. Больше половины срочной службы он уже отслужил, когда началась война. Неминуя война была ожидаемой, неожиданным был масштаб войны. Атака по всей линии границы. Эдгар Маркусян. Вопросы армян в Западной Армении. Во все времена разумная часть человечества подчеркивала важность языка, сохранение непорочности. Ложь – тот свет, который должен быть на чужом языке. При таком раскладе вы отталкиваете детей от себя. Дети будут армянами только по имени. Последующие поколения сочтут лишним носить это имя. Будьте благоразумны и пусть в ваших школах звучит родной язык. Микаэл Налбантян. Русский писатель Александр Куприн отметил, язык – это история народа, язык – это путь цивилизации и культуры. Изучение и сохранение русского языка – это не праздное занятие, вытекающее из безделья, а несущая необходимость. Каждая нация и народ могут рассматривать сказанное для своего языка. Американский лингвист Кен Хейл, занимавшийся изучением и защитой языков коренных народов, а также защитой политических прав носителей этих языков, подчеркнул, когда языки исчезают, культуры умирают. Мир по всей сути становится не очень интересным местом. Мы также жертвуем знаниями и интеллектуальными достижениями тысячелетий. Нам, армянам, выпала большая доля ответственности, потому что мы единственные носители исключительного языка, и мы обязаны передавать поколению прекрасный армянский язык, преодолевший тысячелетия, преодолевая искушение казаться модным. Парламентская ансамблея Совета Европы приняла резолюцию обеспечения свободно-безопасного доступа через Берзор и рекомендации. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер Национального собрания Армении специальный представитель Армении в процессе диалога Армения-Турции Рубен Рубинян. Только что ПАСЕ голосованием приняла резолюцию обеспечения свободно-безопасного въезда через Берзор и рекомендации. Делегация БАКУ делала все, чтобы изменить резолюцию или сорвать ее принятие, но ничего не добилась. Около 60 предложенных ими поправок были отклонены и резолюция была принята. Вопреки утверждениям БАКУ в резолюции ПАСЕ четко указано, что свободное и безопасное передвижение по Берзорской дороге невозможно. В резолюции в основном рассматриваются гуманитарные и правозащитные последствия блокады БАКУ-Берзорской дороги. Подчеркивается необходимость срочного направления международной миссии по установлению фактов о Берзорской дороге и Арцахе. Призывается незамедлительно выполнить решение СПЧ и Международного суда. Призывается бакинские власти восстановить поставки электроэнергии и газа в Арцах. Призывая БАКУ отказаться от враждебной и угрожающей риторики, используя в отношении армян, отметил Рубен Рубинян. Открытие Хачкара Приглашаем на торжественное открытие Хачкара или камня с крестом, символа армянской культуры и искусства, отправленное непосредственно из Армении. Открытие Хачкара состоится в воскресенье 25 июня в 11.30 в общественном парке Жардин Паблик. Церемония состоится с участием мэра Бордо Пьера Хурмика, посла Армении во Франции Асмик Толмаджан, предстоятеля французской епархии армянской апостольской церкви и его высокопресвященства Грикора Хачатряна. Правительство Западной Армении высоко ценит присутствие армянских культурных памятников во французских городах. Хачкары имеют особую ценность в армянском искусстве, продолжая таинство вишапакаров уже в христианский период. Вишапакары – представление наших предков о вселенной, обеспечивающей связь с небесными силами. Осознавая это, наши враги вели постоянную борьбу с проявлением любой армянской культурной ценности, стараясь устранить след коренного народа, по возможности представляя как собственную культуру. Так было и с хачкарами на Хадживана с 1998 года по 2006 год. Власти Баку уничтожили до 10 тысяч хачкаров. В связи с ярким проявлением культурного вандализма президент Западной Армении Арменак Абрамян, директор фонда изучения армянской архитектуры Самбел Карапетян, подали иск, в Европейский суд по правам человека против властей Баку. Общественная организация HaiderSim Platform, действующая в городе Дерсим Западной Армении, распространила заявление против проекта строительства искусственного пруда в селе Келеджик, Сегедик, провинции Хозад, Дерсима. Заявление отмечается, организация будет бороться против строительства водохранилища и уничтожения историко-культурных ценностей. К членам организации платформы присоединился писатель Деврим Текиноглу. Пресс-секретар платформы HaiderSim Ахмед Балкис, подчеркнув важность природы и жизни, выступил с заявлением. Исторические ценности и культурные наследия села Сегедик являются одними из важных среди населенных пунктов Дерсимского района. В селе сохранились принадлежащие армянам исторические часовни, высеченные в скале гробницы, святыни, общины Оливий, которые посещают почти все. Данные сооружения и местность являются важными элементами, которые необходимо защищать как наше культурное наследие. При реализации проекта пруда историческое сооружение обитаемо-среда будут разрушены. Водные ресурсы и растительность сильно пострадают, нарушится баланс экосистемы. Реализация проекта также негативно скажется на уровне жизни населения, поскольку единственным средством существования является сельское хозяйство. Призываем власти и лиц, принимающих данное решение, учитывать негативное влияние искусственного пруда на природу и уровень жизни людей, уважать исторические сооружения и сосредоточиться на экологически чистых альтернативах, которые не повредят территории, принадлежащие сельчанам. В центре внимания правительства Западной Армении находится любой случай нарушения прав коренного народа нашего государства Западной Армении. Важно, чтобы коренные жители начали бороться, создавая различные союзы, среди которых Гайдерсим, платформа Дерсима. Коренной народ хорошо осознает происхождение своих корней, осознавая, что в своей борьбе они не одиноки. Правительство Западной Армении при любом раскладе рядом с народом. Государственная служба охраны исторической среды Арцаха сообщает, власти Баку превращают Церковь Святого Вознесения в мечеть. Испоприация, история уничтожения культурной деятельности, религиозная нетерпимость, фальсификация. Церковь Святого Вознесения Бердзора была основана по инициативе первого главы администрации Кашатарского района Александра Акупяна. Строительство храма завершилось в 1998 году. Купол креста освящен 31 мая 1998 года. Архитектор церкви Горяча Гаспарян. С первого дня открытия церкви духовным пастырем района был Айр Атанас Вартапет. 2019 года Кагана Бениамин Цатурян. Правительство Западной Армении постоянно озвучивает артиармянскую политику бакинских властей, которую они ведут по велению Турции. Превращение Церкви Святого Вознесения в мечеть Бердзори – продолжение этой политики. Народ, лишенный собственной культуры, лишь данным путем может создать себе историю и культуру. Все это временно арцахцы вернутся на свои родные территории, восстановив свои права на собственной земле. Российский космонавт армянского происхождения Арутюн Кевериан посетил мемориальный комплекс Цернакоберт. В беседе с корреспондентом Ньюзаем Арутюн Кевериан рассказал, что знает о геноциде, совершенном против армян, потому что читал сам и по рассказам родителей, в большей степени дедушек и бабушек. Мои предки застали время геноцида, передавали информацию и рассказывали про те события. Дедушка рассказывал про родственников, о том, как кто-то избежал расстрела, как убегали с территории Западной Армении в Россию, как все это происходило. Пояснил, что в рассказах отражалась большая боль, которую испытывал весь армянский народ, поэтому память об этом и данный мемориал очень важны. «Я пришел, чтобы отдать дань памяти всем погибшим, всем, кто пострадал во время геноцида», — добавил космонавт. Кевериан отметил, что дома с родителями всегда старается общаться на армянском языке. «Когда долго нахожусь не дома, опыт немножко теряется, но по возвращении вливаюсь и хорошо общаюсь, понимаю язык. Литературный язык понимаю наполовину, особенно когда говорят быстро. Стараюсь изучать и литературный язык. Кевериан пожелал всем, особенно молодежи, всегда ставить высокие цели, к которым можно стремиться. Желаю также, чтобы всегда была возможность достигать этой цели, идти вперед, развиваться. Развитие всегда было важно для любого человека любой страны». Источник Ньюс АМ. И в завершении новостей послушаем армянскую народную песню в исполнении Ашуга Шерама. Источник Ньюс АМ. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!